Сейчас мы услышим приветствие от наших партнеров Петрозаводского государственного университета. Слово предоставляется проректору по международной деятельности Марине Станиславовне Гвоздевой. Уважаемые коллеги, для меня большая честь обратиться к участникам такого высокого собрания от лица преподавателей, сотрудников и студентов Петрозаводского государственного университета и передать искренние слова приветствия от ректора Петрыгу Воронина Анатолия Викторовича. Бубриковские чтения – это уже устойчивый, признанный во всем мире академический бренд. И не только Петрозаводского государственного университета и Института истории, литературы и истории КНЦРАН, но и республики в целом. Действительно, сегодня мы много говорили о целой череде юбилеев, это и 100-летие республики, и 90-летие Института, 80-летие ПетрГУ, которое совсем недавно отметили. И, безусловно, особым смыслом наполняется ваша сегодняшняя конференция еще и благодаря тому, что в этом году мы отмечаем юбилей великого ученого Дмитрия Владимировича Бубриха. Я считаю, что заложенные великим ученым основой финоукроведения нашли достойное воплощение в деятельность его преданных последователей. И сегодня мы видим прекрасный пример, как сегодня мы слышим с высоких трибун, реальной научной академической коллаборации ПетрГУ и Института литературы и языка и истории Корейского научного центра. Когда исследователи и ученые Института активно увлечены в образовательный процесс студентов ПетрГУ, непосредственно транслируют результаты своих учебных научных достижений в учебные материалы студентов, в программы бакалавриата и магистратуры. А преподаватели кафедры проходят обучение в аспирантуре на площадках Института, защищают свои диссертационные исследования, выступают в роли экспертов, ведут совместные исследования и публикуются в высокорейтинговых журналах. Судя по вашей программе, вас ждет увлекательная, насыщенная дискуссия в эти два дня. Желаю вам интереснейшего диалога, взаимного обогащения и дальнейших творческих успехов. И пусть сегодня нас меряют совершенно четкими, понятными инструментами в виде публикации в журналах Web of Science и Scopus. Самое главное, я желаю вам продолжать неустанно документировать народное слово, сохранять его для потомков, добавляя новых красок и образов в картину финно-угорского мира, которую вы так тщательно изучаете, дополняете и оберегаете. Успехов, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!